мне кажется выпуск получился не очень конструктивный все-таки об этом тракторе ни хрена не знаю только начали работать для вопросов много по нему почему коробку ремонтировать должны позвонил в москву в лонмандии главный офис начал вопроса создавать вот так и так проблемы с коробкой это гарантийный случай гарантийный вы мне заменить ее на новый нет мы ремонтируем это чё у меня трактор встанет на три дня на четыре может быть на неделю не знаю насколько он станет кто будет оплачивать лизинговой компании и простое на объекте тоже такие вопросы интересные как вообще ребят как у вас из опыта если вы были в таких ситуациях как происходило ломалась ли у вас коробка на gcb как быстро вам ее ремонтировали или меняли на новую если меняли ну и сильно меня не критикуйте за этот выпуск узнаю побольше поработаем поболее моточасов и уже я думаю более конструктивно начну рассказывать научусь ездить поезжу и прям классно может даже сделаю выпуск пособия как научиться работать на экскаваторе gcb 30x супер ребята всем привет вы на канале мульчевый эксперт с вами антон хатунцев сейчас мы поедем ко мне на площадку и сделаем обзор на экскаватор погрузчик gcb 30x английский трактор русской сборки я расскажу сколько нужно иметь денег для того чтобы взять этот трактор в лизинг какие будут у вас ежемесячные платежи какие у вас будут расходы на этот трактор и сколько стоит дополнительное оборудование к этому трактору который я приобрел вкратце возьмем интервью у нашего оператора трактора поехали беру документы на трактор комплектация лизинг и документы на adobe оборудование и зачитываю конкретно цифрах что и как значит сейчас пробежимся по лизингу трактор gcb 30x супер значит чтобы взять вам такой трактор или другую какую-либо технику вам нужно иметь компанию которая существует на рынке не менее полугода компания должна показывать обороты деятельность ведется и вам значит нужно иметь на счете денежку для первоначального взноса для первоначального взноса вам понадобится конкретно это значит модель gcb 30x супер она стоя на тот момент когда мы ее покупали стоило значит цена в фунтах восемьдесят шесть тысяч семьсот фунтов открываете яндекс смотрите сколько на сегодняшний день стоит фунт умножаете на эту сумму и примерно так будет трактор стоить в данном случае в моем первоначальный взнос был один миллион триста двадцать девять тысяч четыреста семьдесят пять рублей с ндс м это значит первоначальный взнос далее комиссия за организацию лизы лизинговой сделки значит это берет лизинговая компания какие-то компании берут маленькую комиссию какие-то берут большую комиссию данном случае моя комиссия была сто десять тысяч семьсот восемьдесят девять рублей 60 копеек оформили договор заплатили трактор был в наличии поехали забрали поставили его в ростехнадзорный учет далее значит ежемесячные платежи это немаловажный фактор прикиньте сколько у вас вообще есть работы если у вас вообще работа просто так технику покупать нельзя если у вас не будет работы она у вас станет вам нечем будет платить то есть финансового потока никакого не поступает вам нечем будет не платить по стоимости двести сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят два рубля нужно будет с ндс ежемесячно с вашей организации проплачивать лизинг отдателю прикидываем теперь далее лизинг на три года смотрим сколько в рублях данный трактор обойдется в итоге через три года десять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч девяносто восемь к 10 миллионов четыреста восемь тысяч девяносто восемь рублей 18 копеек так по стоимости трактора вам я думаю понятно теперь давайте пробежимся по доп оборудованию на данную модель мне значит нужно было купить ковш и гидромолот гидромолот называю гидромолот английская м 335 серия бас и плюс пальцы и рвд одна штука 285 тысяч с ндс м в комплект гидромолоту обязательно возьмите смазку патрон со смазкой для гидромолота gcb специал hammer крейс 400 грамм 10 штук по 460 рублей того получилось 289 тысяч 600 рублей это значит все гидромолот купили к трактору далее вам нужен ковш ковш я купил шириной 30 метров он очень удобен для копки фундамента для демонтажа демонтажа бордюров очень удобная конструкция у него сейчас я скажу сколько он стоит значит ковш 300 миллиметров 0,07 куба одна штука 41 1607 рублей он стоит дальше палец ковша обратной лопаты две штуки по 2 500 в итоге 5000 рублей втулка ковша 4 штуки по 375 рублей 26 копеек 1501 рубль шайба пальца ковша обратной лопаты две штуки по 93 рубля клипса пальца ковша обратной лопаты по 184 рубля 72 копейки итого ковш обходится 48 тысяч шестьсот шестьдесят пять рублей 74 копейки я думаю что для того чтобы заниматься там строительством выполнять свои объекты этот трактор вообще идеальный и в комплект всегда я думаю в работе будет нужен гидромолот и узкий ковш еще мы купили захват для бордюров по стоимости документа я не взял по стоимости он по моему стоит сто двадцать пять тысяч рублей значит мощность двигателя 93 лошадиных сил двигатель дизельный ну а теперь вот приехал оператор пойдемте у него возьмем интервью послушаем какие есть нарекания по комфорту по обслуживанию он на нем ездит работает думаю будет интересно послушать его мнение вот данная модель gcb 30x супер и начнем с недостатков трактор сейчас сколько у нас моточасов наработка 780 780 моточасов значит на 250 моточасов у нас задней части трактора появился треск это было непонятно это или коробка или мост 280 300 моточасов стала убивать первая скорость мы обратились в компанию ломади значит зафиксировали что они мы договорились что при следующем обслуживании они приедут и будут выяснять на обслуживании 500 моточасов значит нам поменяли масло фильтра посмотрели зафиксировали что нас выбивает скорость первое что у нас еще с поломок было штуцер потек да да но пока 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 это не гарантийный случай но ребят имейте ввиду что штуцер это не гарантийный случай значит на отбойный молот стало уходить масло значит сейчас быстро съем быстросъем сейчас 780 часов у нас стала выбивать вторая скорость как мы договорились компанией ломади мы договорились на обслуживание 700 моточасов нам меняют масло в двигателе ну фильтра как положено и снимают коробку забирают ее на ремонт сейчас уже 780 но мы ждем на прошлой неделе нам обещали приехать не приехали ребята я думаю сервис у нас все-таки восстановится и будет как сказали так будем делать что у нас еще у нас потекли форсунки форсунка до форсунка потекла на двигателе 4 давай давайте посмотрим форсунка не так отсюда не увидишь отсюда не видно будет да да ну просто мы вставим видео у нас не есть мне федор прислал видео показал там более-менее понятно что текет и стоят форсунки течет соляра я вот вытер она опять натекла что еще из недостатков у нас федора где-то тут у нас потертости пошли да ну да а где вот тут вот сейчас разложим стрелу и покажем где у нас трется вот он у нас крепление укрепление трубки труб крепление трубки стирается то есть трется об стрелу об стрелу были поскрипывания в стрелье но ребята приехали там ее подрегулировали то есть когда стрела выдвигается она или скоб телескоп она скрипела у нас дальше что еще нам подтянули значит стойки опорные до опорные лапы подрегулировали это все в порядке вещей это все нормально в принципе все я думаю что коробки достаточно первая скорость вторая скорость ребята это устранят пообещали это у нас гарантийный случай ну теперь давайте о плюсах трактор может выполнять функции по демонтированию зданий сооружений фундаментов при помощи отбойного молота по отбойному молоту я рассказать не могу не углублялся в характеристики но мощный быстро съем сколько времени у тебя уходит федор на то чтобы поменять оборудование допустим отбойный молот мы снимаем и ставим ковш плюс-минус пять-десять минут сам справляешься ли с помощником когда как когда с помощником когда сам представляешься сам да то есть плюс того что можно быстро снять и поменять оборудование экскаватор погрузчик выполняет функцию по погрузке по слому чего-либо на объекте же там остановки отломали недавно и строй и строим до я строим асфальт перевести погрузить строительный мусор строительные материалы песок то есть по производительности по скорости довольно быстро работает и федор быстро работает и трактор быстро работает давай залезем кабину расскажешь что у тебя в кабине и как тебе комфортно расскажи о том что ты до обеда ездишь в кроссовках после обеда ездишь тапочки почему почему тепло тепло нагревается кабина я я езжу их тапочках тапочки одеваю ежу в тапочках вот они у меня тапочки и накидываю и пошел без тапочек правда педали металлические ноги уже подмерзают ну так вроде все нормально расскажи в кабине где что находится ребят это вот один из единственных такторов на которых я не ездил еще сам федору все научим я ездить работать на него еще еще одна фишка у меня здесь вибрация очень сильная вибрация идет когда я еду по трассе вибрация с рычаги может быть у нас коробка связано это может быть даже с коробка связано да а может быть из кардана с карданами там а чё чё не так муж как и какие-то там это ну надо это все мы должны смотреть специалисты и все это просматривать сейчас они должны приехать и мы зададим вопросы им чтобы они занимались и находили причину почему это так она так не должно в кабине должно быть тихо у нас тут а вот скорость реверс третью до включаешь тронуешься третью до когда пустой можно на 3 трогаться если сейчас попробовать первую вторую будет выбивать нет не будет просто по кабине расскажу там где какие кнопки что значит как ты ими пользуешься это реверс зад вперед это скорость а 1 2 3 допустим включаешь первую скорость и ты можешь на первой скорости ехать вперед может назад да реверсом переключаться так могу и на 4 ехать назад без разницы ясно дальше вот это что за кнопочку это это кнопочка передней полностью мосты полный полный привод это свет аварийка это переключение чтобы не четыре колеса поворачивали а 2 крабовый ход до можно сказать так дальше вот это что за рычаги у тебя это рычаги подъем стрелы вверх кож ну выгружаем это челюсти открыть закрыть закрыть по приборным шкалам по датчикам что на это топливо это часы обороты это температура это да как говорится это обороты обороты дальше печка печка ну вот регулируется печка включается как красная это печка синяя это кондиционер кстати как кондиционер этим летом себя показал да так вроде как сперва вроде нормально а потом а не очень дует так и себе слабенько слабенько да выдвигает лапы выставляет трактор в ровное положение отодвигает стрелу подымает фиксатор стрелы выдвигает стрелу Приступаем к работе. Конечно же, это все наглядно. На асфальте мы не будем у себя ломать. Это сейчас у нас отсев с щебенкой. В среднем, ребят, обслуживание трактора обходится 30-36 тысяч рублей. Замена масла, замена масляного фильтра. Обслуживание трактора происходит каждые 250 моточасов. Они приравниваются к 10 тысячам километров пробега у обычного автомобиля. Ребят, спасибо за просмотры. Ставим лайки вверх, задаем вопросы в комментариях. Обязательно подписываемся, потому что смотришь и не подписался. И репостим в социальные сети. При необходимости оставляйте заявку на номер телефона 8 925 575 5929.